Привет, друзья! Автомобиль у нас десятка, восьмиклапанная, но это не имеет значения, какая восьми или шестнадцатиклапанная. Значит, проблема, пропал холостой ход. Я подозреваю, что вся проблема находится в регуляторе холостого хода. Значит, сейчас будем его менять. То есть, на автомобиле, где инжектор алюминиевый, я думаю, можно и так подлезть, но здесь он пластиковый, поэтому подлезть к регулятору, он находится, вот он, нижний датчик у нас. Верхний это датчик положения дроссельной заслонки, а нижний регулятор холостого хода. И чтобы его снять, придется снимать дроссельную заслонку. Заслонка снимается легко, отсоединяется воздухан, вон он лежит. Сдергивается вот этот шланг, и откручиваются два винта. Вот он верхний, и с той стороны он снизу. Там гайки на 13. И также вот этому винту не подлезть, чтобы его открутить. Ну, если только у вас нет глубокой головки на 13, к нему так просто не подлезть. Нужно снимать датчик положения дроссельной заслонки. Сейчас я все это снимаю. Снимать это неудобно, ну, в смысле, на телефон и откручивать. Поэтому я сейчас отключусь, и потом продолжим. Ну, а пока, в общем, расскажу причину. То есть, как это проявляется. То есть, ну, что... Почему я считаю, что именно регулятор холостого хода сломался. То есть, машина на холостом не работает. То есть, если на газе запускаешь ее, ну, не на газе, в смысле топливе, а когда с нажатием педали газа запускаешь, то есть, она заводится, педаль отпускаешь, она сразу же глохнет. И также, так как сейчас зима, то есть, завести ее запустить. Не предоставляется возможности, так как она не начинает повышать обороты. То есть, подсос она не включает. Купил самый дешевый регулятор холостого хода за 450 рублей. Start Volt фирмы. Ну, вот и сейчас будем ставить его. Итак, вот я снял датчик. Вот он старый. Видите, он даже, в отличие от нового, новый внутри находится. Старый он даже почему-то выдвинулся. И вот, смотрите, момент. Видите, на датчике масло. Внутри там масло. Наличие масла. Ну, в этом, в гофре воздушного фильтра. Либо в дроссельной заслонке. Говорит о том. Вот тоже вытекло. Вот везде масло. Говорит о том, что у вас неисправные маслосъемные колпачки. Ну, а я сейчас, вот так-то я и так, и так это знаю. У меня поддымливает она маленько. Масло тоже употребляет. А сейчас я поставлю новый датчик. Регулятор, точнее, холостого хода. Соберу и будем пробовать запускать. Узнаем, помогло это или нет. Итак, все установлено на свои места. Датчик заменен. На все про все у меня ушло 20-25 минут времени. И 450 рублей денег. Теперь пробуем запускать. И узнаем, в нем ли было это дело. Ура! Завелась, подняла обороты. Ну, прелесть! Да. Всего лишь дело было в датчике. Точнее, в регуляторе. Все четко. Вот он старый. В общем, если он вот так оказывается выдвинутый, да? Ну, как я вам показывал сравнение. Новый и этот. Если он выдвинут, таким образом просто он перекрывает собой, я так полагаю, подачу кислорода и не дает ему проходить. Он даже не задвигается. Силой не задвигается. Ну, в общем, знайте, ребят, влокнет на холостых и не заводится при минусе, это все дело в нем. Если вам видео помогло, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного по ремонту автомобиля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!